всем привет продолжаем знакомиться с sdl и сегодня ну знакомимся вы уже знаете по туториалам лази вот короче сегодня у нас тема наша beat map font что это такое но на самом деле здесь опять-таки ничего нового здесь все у нас то что касалось предыдущих уроках то есть принципе в самом начале но где-то до средины мы основные возможности разобрали а дальше дальше все но тем не менее смотрите что такой beat map font это шрифты которые которые нарисованы ручками то есть есть картиночка и и и нет не вот здесь вот здесь и я не заморачивался и использовал png шкул оригинал автора вот потому что здесь принципе в этом уроке нечего добавить и нечего убрать да соответственно это все нарисовано ну там в пейнте photoshop и в гимпе и так далее вот ручками можно нарисовать шрифт как вы видите вот соответственно соответственно это все я думаю вы понимаете разбито это все такая некая таблиточка матрица то есть здесь четко есть количество есть ширина какая-то и высота в строках и линиях вот соответственно в данном случае вот как это все представлено то есть у каждой каждая буковка грубо говоря ограничена каким-то прямоугольником у которого известны ширина и высота ну и конечно же маленькие буковки они ограничены тем же прямоугольником но как бы выводить надо меньше чем вот здесь то есть по хорошему конечно уже можно было бы ляпать вот такие вот прямоугольники то есть по факту что нам надо сделать нам надо сделать нам надо загрузить картинку вот эту и дальше пробежаться по вот таким вот квадратиком и запомнить их так как здесь представлена таблица аски ну грубо говоря то есть английские символы там циферки знаки всякие а вот здесь по-хорошему русский язык украинский должен быть или у кого еще что там на локале вот но здесь не представлены все языки но всех языком вам и не нужно короче давайте рассмотрим как это все здесь реализовано и так смотрите то есть вот вы видели у нас есть картиночка и вот эти прямоугольнички но дело в том что не надо выводить полностью прямоугольничек надо его чуть меньшим сделать и вот здесь вот здесь вот здесь вот показано то есть вот по факту загружается картиночка дальше определяется шире ну левый край правый край нижний край и верхний край и формируется вот то есть нарезается вот такие вот прямоугольнички вот для след последующего вывода как это делается сейчас я вам все покажу потом запустим есть такой классик битмап фонд чё он делает чё он делает он делать следующее он загружает что-то он загружает текстуру данном случае идет загрузка картиночки пнг шки дальше дальше вот здесь идет определение ну почему 16 на 16 потому что у нас вот это вот добро вот эта табличка на 16 на 16 соответственно нужно пробежаться по всем короче вы вы видели вот эту вот картиночку да где у нас есть вот такой прямоугольничек но весь его водить смысла нету да и вообще нельзя соответственно нужно определить для каждой буковки для каждой символа его края ли левый правый верхний нижний как это определяется но вот здесь есть гифка которая показывает как определяется например левый край то есть берется самая левая часть и пробегается по по пиксельно вниз если мы встретили не не встретили ни одного к примеру черного пикселя ну не прозрачного значит левый край еще не обнаружен смещаемся на один вправо и опять по линии этой идем до тех пор пока не встретим хоть один не прозрачный соответственно мы определили левый край точно также правый определяется потом верхний край и нижний край соответственно вот создается вот такой прямоугольничек для для каждой определенной буковки вот такой прямоугольничек вот короче вот идет построение что значит построение мы загрузили нашу текстуру есть есть дальше 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 мы определяем цвет фона background color вот он то есть мы берем пиксель 00 ну конечно же если символ будет такой что в этом пикселе не будет прозрачным то мы можем неправильно определить соответственно ну короче ничего страшного в этом нет если вы будете рисовать свои буковки или символы запомните что вот здесь пиксель должен быть ну как бы прозрачным до цвет фона вот он здесь такой голубенький вот либо же либо же руками задавать прозрачный цвет прозрачного пикселя вот короче вот мы определили дальше дальше ширину высоту каждой буковки в данном случае там помню 39 ширина в пикселях и 59 высота ну не суть и вот здесь как раз пробегается и мы определяем левые правые края верхние и еще определяем данном случае вот как вы видите каранчар равно а проверяется на а данном случае мы определяем высоту буковки ну берем берем качестве нашего как его прототипа буковку а вот соответственно высота всех буковок ну при печати да будет подразумеваться что не выше буковки а потому что когда у нас будет перевод на новую строку то нам надо будет определить определить вот м new line что такое м new line как раз высота когда у нас встретиться с перенос строки то нам нужно будет рисовать на сколько-то игреков ниже да то есть сместиться вот соответственно высота берется вот вот буковки а ну здесь было написано что буковка отдала самые лучшие результаты я не пробовал так сейчас где тут у нас это он писал вот он писал буковка дала лучшие результаты вот потому что например такие символы как джей игрек же они если посмотреть они как бы некоторые могут вниз залазить да вот здесь например никакие буковки вниз не залазят то есть они все выравнены вот но и в некоторых а хотя нет не нужны джей все таки вот игрека не залазит они доходят до края а хотя буковка е тут выше так вот короче в качестве основа взята буковка а вы можете попробовать разные буковки вот короче что такое билд билд это идет построение дальше смотрите м чарс есть у нас массив для этих букв в данном случае это массив размером 256 и массив чего квадратик а вот этих которые мы определяем соответственно здесь максимум 256 символов может быть не как же быть если вы захотите например использовать ютф-8 символы ну короче там русские украинские там какие-нибудь еще ну не стандартные не из таблицы аске да не английские ну для этого можно воспользоваться не массивом а можно воспользоваться деревом в качестве ключа будет выступать номер символов таблички ну ютф-8 к примеру русская буква а она имеет какой-то свой четкий номер соответственно это будет ключом а значение в дереве буйка как раз вот это рект соответственно в этом дереве можно хранить хранить много ну много язычные символы и для каждого символа ну там наверное рек там не обойдешься там наверное нужно если много язычные эти делать то нам нужно нарезать картинки датом для всех языков и непосредственно буковки работа в такая себе кропотливая должна быть вот но выходом как я сказал в этом случае вот так как здесь у нас как вы видите как вы видели из картиночки у нас таблица аске соответственно в ней 256 символов все они здесь забиты все остальные наши буковки и соответственно когда мы печатаем вот я вам сейчас покажу где тут гейм когда мы пишем эти буковки вот они да вот render текст передается буков передаются буковки соответственно каждая буковка как вы знаете имеет свой код в таблице аске соответственно там приходит например большая буква а это 65 вот и здесь строгое соответствие по индексом так как они лежат таблицы аске соответственно приходит 65 65 аж а 65 берется вот отсюда то есть индекс в массиве 65 возвращает тот правильный прямоугольничек который будет соответствовать вот вот этому положению вот вот так соответственно для того чтобы другие языки то вам нужны другие наборы картинок и соответственно нужно будет под каждый язык загружать свою картинку вот и определять не определять но массив не подойдет потому что я не помню какие номера у русских буковок а или у других языков начать но начинается да соответственно можно конечно же создать массив из там 100000 элементов и из них 80 процентов будет гулять ну то есть смысла нет наверное проще это сделать деревом ну короче это технический момент и как его решать каждый может решить сам вот так вот поэтому основное вот в этом уроке у нас это билд функция билд которая собственно говоря определяет вот эти границы вот и с этой куран чар это как раз вот этот код из таблицы аске и вот здесь в этот массив мы записываем иксы и игреки и ширину и высоту и дальше и дальше и дальше и дальше ну по хорошему полностью квадратик этот записывается вот его положение а дальше когда мы определяем непосредственно границы то тогда эти значения там немного перезаписываются вот то есть но уточняются вот соответственно вот каждый массив содержит такие вот нарезанные квадратики ну не нарезанные вот такие вот прямоугольнички вот а дальше когда идет печать и то есть просто из этой картиночки берутся по прямоугольничкам с определенными координатами эти области и выводятся на экран вот наверно в принципе и все что по этому уроку но здесь он конечно же еще показывает я думаю это вам всем уже давно понятно он расписывает функцию getpixel 32 что такое getpixel 32 getpixel 32 getpixel 30 так давайте get что не туда а где так или мне нету не есть смотрите-ка мы x и y берем и чем чем и тут возвращаем кстати этом мы берем хотим узнать по иксу и по игреку чё за пиксель до значение пикселя ну вот-вот иван тут чем тут расписывают а дело в том что у нас же пиксель и что-то пиксель и пиксель mppixel это грубо говоря одномерный массив вод signature на одномерный массив но с одномерными массивами можно работать как с двумерными то есть даже не так двумерные массивы можно представлять виде одномерного массива ну например вот его здесь он все показывает. Вот, например, у нас двумерный массив. Ну, классический выглядит, да. Но дело в том, что эффективнее обращаться к одномерному массиву, а не к двумерному. Ну, в основном. Ну, бывают и обратные случаи, но про них мы говорить не будем. Так вот, как он представлен? Смотрите, вот типа двумерный массив. Одномерный массив, это то же самое, вот красненький, беленький, и дальше какие-то цвета с оттенками, зелененький. Это я не знаю, какой цвет, как он называется. Здесь то же самое. Вот зелененький, и у нас, вот, как вы видите, идет продолжение. Там светло-синий, или это не голубой, а потом синий, розовый, желтый, еще какой-то. Вот, то же самое. То есть, это, грубо говоря, он разложен, да. Соответственно, как обратиться к элементу, да, если он двумерный? Мы привыкли, что в двумерных массивах есть там x, y или и, j. Вот, два измерения. Но по факту у нас есть одномерный массив. Все очень легко и просто. x, y есть, и есть ширина нашего типа двумерного массива. Так вот, в данном случае ширина, вот она, pitch. То есть, мы y умножить на ширину плюс x. Теперь смотрите, если, ну, y в данном случае это линия, да, если у нас линия 0, то все, 0 мы умножаем на ширину, мы в любом случае получаем 0. Соответственно, если мы хотим доступиться к элементу, если первое значение у нас будет x, это, что у нас, по по горизонтали, а y по вертикали. Так вот, y по вертикали 0, а x 1. То есть, получается, x 1, y 0. Следуя из этой формулы, мы получаем значение 1. Или же, если мы берем x 1, вот x 1, а y 0. Вот она, y 0. Соответственно, мы получаем первый элемент. То же самое вот здесь формула работает, да. y умножить на ширину, в данном случае без разницы, какая ширина, потому что первое значение 0, плюс x плюс 1. Соответственно, первый элемент в массиве. Теперь давайте доступимся к элементу, например, вот этому. Это у нас что? y 1. Вот это вот первая линия. То есть, это нулевая, это первая. y 1. А x какой? 1, 2, 3. Ну, 0, 1, 2, 3. x 3. То есть, получается, y 1, то есть, x 3, y 1. x 3. Давайте вот так вот, чтобы было проще. Это будет x, это y. Вот. Теперь давайте последуем этой формуле. То есть, в данном случае, к чему мы и к этому хотели доступиться. То есть, в одномерном массиве вот оно значение. Ширина какая? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Значит, y умножить на 5. 1 умножить на 5. И плюс 3. В данном случае будет 8. Считаем. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот оно. То есть, в одномерном мы доступаемся так и в двумерном, используя x и y. Вот. Надеюсь, я объяснил более-менее понятно. Вот поэтому он здесь это и описывает. Вот. Пиксели, пиксели. Это с предыдущего урока вы уже знаете. Мы научились манипулировать с пикселями. Соответственно, вот здесь мы просто берем и получаем нужный нам пиксель. Для чего то? Для чего того, чтобы получить его цвет? В виде инта. Ну, этот режим еще называется rgba8888. Где он тут? rgba. Вот он. Пиксель формат. Формат пикселя. То есть, он говорит, что значение цветов будет в трех байтах и в четвертом байте будет значение прозрачности. Соответственно, у нас еще больше увеличивается цветовая гамма, да, набор цветов. Потому что, если просто есть rgb, это один набор. Но если еще добавляется там четвертое измерение, то есть прозрачность каждого цвета, соответственно, вариантов еще больше. Так, ну и давайте я все-таки запущу. Но тут особо смотреть нечего. Здесь все то же самое, что улазит. То есть, у меня, правда, выводится все красненьким. Почему красненьким? Потому что... Потому что... При... Наверное... Вот. При загрузке текстуры... При загрузке текстуры... Я... То, что не прозрачно, устанавливаю в красный цвет. Вот и все. Ну, по факту, по факту, если мы так посмотрим, посмотрим, то на картиночке, на нашем шрифте, будут символы черным. Черным нарисованы. То есть, вот этот цвет голубенький, он убирается. Он убирается вот здесь. Смотрите. Вот я устанавливаю голубой цвет. Вот. То есть, это красный у нас 0. Дальше. Не, rg. Да, вот зеленый и blue. Green, blue. Но, теперь мне надо этот цвет перевести в вот этот вот формат, да. В котором у нас 3 байта за цвет отвечает и 1 байт за прозрачность. Так вот. Вот устанавливаю прозрачный цвет. Что я делаю? Я перевожу, да. Наш цвет. Наш цвет. Вот он. Голубенький. И еще добавляю четвертое измерение. То есть, прозрачность устанавливаю в 0. И вот я получаю transparent. То есть, это здесь загрузка текстуры. Производится. В которой воспринимаются прозрачные цвета. Вот. Цвета, у которых вот такой вот выставлен цвет. Блин. Тавтология получилась. То есть, как вы видите, здесь такая PNG-шка, но не совсем PNG-шка. Здесь есть голубенький цвет. Вот. Соответственно, если вы загрузите другую PNG-шку, которая голубенького цвета, к примеру, не будет, то она как бы не совсем будет прозрачной. Вот. Соответственно, короче, я определяю эту прозрачность. Определяю прозрачность. И если пиксель не прозрачный, я устанавливаю его в красный. Красным цветом. Вот. Но это такой подход, в принципе, тоже можно использовать. Вот сейчас вы видите, все черненький. Вот. Но для того, чтобы это все использовать, надо продумать, как это все делать. То есть, это все должно быть тогда в связке находиться. Вот. Bitmap Fonts, чтобы мы могли указать цвет. И цвет загружаемого, либо уже при отрисовке, нужно как-то, например, пробежаться, получить непосредственно эту область, пробежаться по ней и заменить пиксели, либо еще что-то. Ну, короче, это тоже технический момент, который, в принципе, решается. Вот. Ну, в принципе, все. Как бы здесь ничего такого нового и ничего сложного нету. То есть, это все на основе старого. Вот. То есть, самое главное было просто определить квадратики и вывести их. Вот и все. Ну, в принципе, все. Архив будет прикреплен. Архив, рабочий архив. То есть, оно это все работает под виндой тоже. Ну, не в квитишке, я там в студии это пробовал, но оно под виндой тоже работает. Вот. Ну, теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.